Вот-вот у ГЭС начнётся напряжённый период половодья. Не секрет, что гидрологическая обстановка на Саратовской гидроэлектростанции во многом зависит от Жигулёвской ГЭС, которая регулирует сток воды на Волге. И чтобы выяснить предстоящую ситуацию, был проведён по видеосвязи брифинг, в котором также приняли участие балаковские и самарские журналисты. Самый главный вопрос – когда же ожидается пик половодья? С 1-го по 10 мая у нас будут максимальные сбросы через гидроузел в районе 25-27 тысяч метров кубических. Всё будет зависеть от тех подобных условий, которые будут складываться в первую очередь в бассейне Камы и Верхней Волги. Что на Саратовской, что на Жигулёвской ГЭС активная фаза половодья с открытием водоспросов ожидается с 24 апреля. Всё будет проходить плавно и в пределах нормы, но бывают годы, когда половодье выходит из-под контроля. Возможно ли в такой ситуации откорректировать график и изменить объём пропуска воды? Федеральное агентство водных ресурсов выдав указания о режиме пропуска паводка, но пишет о том, что данные указания могут быть откорректированы в связи с складывающей обстановкой. Можно заметить, что время прохождения половодья каждый год разное. И почему-то при обилии снега оно бывает коротким, а при обычном количестве осадков, наоборот, затяжным. Например, в 2017 году большая вода длилась 108 дней. Оказывается, это время зависит не только от снега, но и от увлажненности почвы. Если весенние процессы проходят очень ровно, таяние снега происходит, вода уходит в почву, большая часть. В период половодья возникает ещё одна проблема. Возле плотины ГЭС из-за течения воды скапливается много мусора. А это может плохо повлиять как на работу самой гидроэлектростанции, так и на экологию в целом. Но сотрудники ГЭС такого не допускают. Мы мониторим ежедневно количество этого мусора и организовываем работу по его уборке. У нас есть соответствующий флот. Количество мусора спрогнозировать, я думаю, что невозможно. Вода где-то в районе Самары поднимается, мусор весь смывает, он попадает к нам. Насколько он поднимется, сколько там мусора образовалось за прошедший период, конечно, посчитать это нельзя. Несмотря на то, что большой воды не ожидается, работники Саратовской ГЭС готовы к любому развитию ситуации. Уже проведён и ремонт оборудования, и сформированы паводковые бригады. Можно сказать одно – гидроэнергетики каждый день на чеку.